Полный курс боевой и тактической подготовки. Перед тем, как начинать выполнение боевых задач на передовых позициях, военным необходимо отработать боевое слаживание. В селе Тоска Оренбургской области тренируются добровольцы нового гаубичного артиллерийского дивизиона имени Александра Матросова. В этом им помогают инструкторы Ульяновского центра «Рокот». Самое главное – это работа в коллективе, работа номеров расчетов, и само знание базовых элементов штатного вооружения и орудия. Комплектование, условия проживания и организацию питания проверил губернатор Алексей Русских. Глава региона также передал шевроны и флаг Ульяновской области. Привезли и две машины УАЗ, а накануне военные получили большую гуманитарную посылку – квадрокоптеры, строиматериалы, продукты, медикаменты. Уверен, что все боевые задачи вами будут выполнены, и вы вернетесь назад в Ульяновскую область целыми и неведимыми. Ваш дивизион – это уже четвертое именное подвеселение, которое мы сформировали. Вы знаете, у нас доблестно воюет Свияга, Симбирск, Ульяновск. Мы постоянно с ними на связи. Дивизион полностью сформирован из жителей Ульяновской области. Большинство добровольцев имеют опыт ведения боевых действий. У нас сложился отличный коллектив боевых товарищей, боевых друзей. Мы все задачи, которые предоставят перед нами правительство, президент и наш руководство, мы выполним. Победа будет за нами, мы победим. Среди мужского коллектива особенно выделяется молодая девушка Екатерина. 20-летний доброволец из Димитровграда решила продолжить военную династию. Я из семьи военных, поэтому хотела поддержать как-то династию своей семьи, поэтому сделала такое решение. После окончания боевого слаживания ульяновцы отправятся выполнять боевые задачи в зону специальной военной операции. Напомним, на сегодняшний день регионом сформировано три именных подразделения. Это мотострелковый батальон «Ульяновск», инженерно-саперный батальон «Свияга» и гаубичный артиллерийский дивизион «Симбирск». Анна Тищенко, Управда ТВ.